Привет, друзья! Наконец-то мы в гостях у наших друзей, переехавших из Кемерово. Три недели назад, наверное. По нашим стопам, короче, пошли они. Мы уже приехали четыре года назад. В конце апреля было четыре года. А они вот только что три недели. Ну, расскажите, пожалуйста, у вас путь был непростой, да? Сначала дети переехали. А, ещё раз познакомлю. Лену вы уже видели. Это Серёжа. Сначала у вас дети поехали. Мы звали всех. Очень хотели, чтобы все переехали. Дочка Ксюша – это моя крёстная дочь. То есть мы не только друзья, но и почти родственники. Сначала Ксения с семьёй переехала. Расскажите, как они переезжали? Ну да, они не стали ждать. А они нашу идею вперёд. Воплотили в жизнь. Даже ничего не продавая. Просто решили попробовать, как получится. Как пойдёт. Вот. Три недели назад вы сюда приехали. Но вы же приехали, уже дом был куплен. Когда? Как? Покупали. Ну, собрали ли очень много, остановились на этом месте. Ну, так счастливо получилось, что мы были в отпуске. И всё это посмотрели тоже. То есть купили его в прошлом летом? Да, в прошлом летом купили. Сколько? Здесь газ, дом каменный. Ну, как бы старый, но простоит ещё. Да, и не отдельный дом, а это полдома. На двух хозяев дом. Два миллиона шестьсот, это шестьдесят квадратных метров с газом, со всеми удобствами. Да. И пять соток земли. Да, ну, в принципе, говорю, цена нас устроила. Вот сколько мы почти год морально готовились, заканчивали все дела в Кемерово, вот приехали. Ехали с Режей на машине с собакой. Да. Я с мамой, с котом на самолёте. Мама летела первый раз на самолёте. Восемьдесят пять лет. Серёжа, кота, покажи в кадр. Вот. Я с собак и ехала. Вот так вот. Многие боятся, как же вот старых людей перевозить из Сибири на юг. Да, говорили, что и там может и тромб быть, и всякое разное. Ну, наверное, бабушка в состоянии эйфории была. Всё прекрасно. Весь самолёт спрашивала, как долетела, как ей понравилось. Мама сказала, что даже лучше, чем на машине. Главный настрой, я так понимаю. Ну, а ты как ехал с собакой? Я как ехал. Хорошо ехал. Чего хорошего? Мы всю дорогу пытались сварить чай на газовой плите, но было очень холодно. Ехали очень, ну, ехали вдвоём. С товарищем он уехал в Крым, а я поехал в Москву. Дочери младшей. Там мы с ней обменялись автомобилями. У неё был мой автомобиль. У меня был её автомобиль. Собака осталась та же. Собаку не отдал вместе с автомобилем. Пытался, но никто не взял собаку. Ну, ничего, нормально. Ну, сколько ты ехал после этого? Три ночи ночевал, и на четвёртую уже в Москву, да? Да, да, да. В мотелях останавливались? Да, в мотелях останавливались, да. В машине не спали? Нет, в машине не спали. Ну, тяжело? Да, не, нормально. Ничего, в машине едешь и едешь. Навигатор тебя ведёт и ведёт? Да, 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 едешь по навигатору. Собаке было тяжелее, и её качало. Я представляю. Про вещи люди всё время спрашивают. Как вы с вещами поступили? Вещи очень долго. Поковали. Наверное, упаковывались. Потом, ну, элементарно пригласили груз. Ну, сейчас, кстати, вообще, по-моему... Ну, то есть, отправили, как, железнодорожным контейнером или автомобилем? Да нет, попутным грузом. Компания Кит. Транспортная компания. Да, транспортная компания Кит. Ну, могу сказать, что разбили один стакан. Ну, он был такой хрустальный, но остальное всё дошло в целости. И сохранность. Сколько тонн, сколько денег отдали за это? Да, сильно много. Мы взяли с собой грузы, всё сдачей взяли, всё, что нажито. Всё, что нажито. Не могли расстаться. Да, 85 тысяч мы отдали за груз. Это сколько тонн? Две с половиной. Это одна машина, да? Ну, почему? Они упаковываются в эти поддоны, закрываются, затягиваются сеткой. И всё там. Если там груз не подходит в эти поддоны, делаются отдельно. Взяли, всё привезли. Кровать, что хотели, диван привезли. Книги. Книги всё привезли. И вообще в кучу всяких разных памятных вещей. В отличие от нас, мы переезжали вообще налегке. Ну и что? Значит, приехали сразу, взялись вещи распаковывать, огород садить. Всё это одновременно. Ну, я буквально на второй день или на третий к вам приезжала у бабушки, спрашивала, как нравится. Она мне так ответила. Ой, Оксана, вот даже нету слов. Вот, как нравится бабушке здесь, представляете? Ну, конечно, там холодище было, вы улетали. Ну, мы ещё не застали. А тут уже всё. Прицветение всех этих яблонь. Ну, то есть мы приехали, уже всё отсвело. Ну, и что? Было бы, наверное, ещё чудес с ней. Да у вас вон один куст под забором чего стоит. Спирея, да, Дима называется? И камедикалина была. Вся усыпана. Бедная. В общем, пока всё нравится. Пока всё нравится. Ни о чём не жалейте, не скучайте по Кемеровым. Там сегодня опять идёт снег, кстати. У нас 23, мы уже с Леной не то, что загорали, а даже и купались в море. А там снег. Ну, и что, мне сегодня из Кемерово прислали видео, что там снег тебе, и что, присылали? Да, да, мне подружка прислала, у неё дача в Шишино. Там сантиметров 15, наверное, снега. Мы разобрались за это время со всеми коммунальными платежами. Определились, где, куда, за что платить. То есть, вода. Ну, в самой Гастагаевке как-то более-менее стали ориентироваться. Да, знаем, где покупать хлеб. Ну, помидоры. А хлеб трудно найти хороший. Да, но мы уже выбрали, так что всё нормально. Ну, стандартный хлеб анапского хлебокомбината, вот он как бы отличный. Вот. Хлебопекарня эта Гастагаев, она была отличная. Ну, там женщина из соседней республики, хозяйка, я не знаю, что-то она решила экономить, что ли. Ну, стандартный белый хлеб стал просто отвратительный. Просто отвратительный. Да, у них единственный съедобный, цельнозерновой называется. Да, да. А был великолепный хлеб, вот стали каких-то разрыхлителей всякие разные напихивать, наверное. Чё попало? У нас целый сад, деревьев и кустов. Мы купили у нас были голые три соточки непаханые лет восемь. А у вас-то деревьев много. Да. Так что будете с урожаем сразу. Мы уже с урожаем. Соседи, слава богу, не оставляют без зелени. Вас угощают черешней, зеленью. Это тоже понаехавшие или местные казаки? Нет, это местные. Наши соседи, это местное население. Нормально принимают приехавших. Ну не все соседи, мы с не всеми соседями познакомились. Ну ещё напротив соседей из Комсомольска на Амуре. Мы когда-нибудь всё это, всё устроим дома и устроим сабарнтун. Позовёт тебя с миг соседей на Новосибирске. Да, мы прямо на улице. А, точно, летом на улицу можно гулять. Да, мы будем гулять. Из Новосибирска приехала, приезжала в гости. Уже успела. Сейчас ты узнаешь, что у тебя друзей. Сейчас я приеду. Так что мы с ней режем, получается, раз в год виделись на день рождения. Когда жили ты в Кемерово, она в Новосибирске. Да, да. Ну так же и тут будете видеться, а то и чаще. Ну что, спасибо за то, что рассказали нашим зрителям, как ехали, как оказались здесь. Теперь ждите вопросов, их будет много. Всем пока, вам спасибо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, мы рады вам. Будьте здоровы и счастливы. Вот, отличная черешня от соседки. То есть вот в Анапе началась черешня. Продолжение следует...